Десятое декабря. Заволжский районный суд города Твери. Федеральный судья Ирина Ворожебская рассматривает ходатайство следствия об избрании меры пресечения 24-летнему жителю Твери, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. История, закончившаяся гибелью 41-летнего мужчины, случилась осенью этого года в подъезде многоэтажки в Заволжском районе Твери. Подозреваемый уверяет, человека, с которым у него в тот вечер произошел конфликт, раньше не знал. Когда на меня нападает человек с ножом, я же не могу стоять на месте, он же меня просто зарежет и любит. Я начал обороняться. И вот так все получилось, что он умер. Я не ожидал, что он умрет. Я просто хотел эти удары, чтобы его остановить. Но я не ожидал, что он умрет. А вы в этом доме живете или как? Нет, нет. А как вы здесь оказались-то? Мы здесь просто прогуливались с друзьями, как бы, ну, выпивали и познакомились с компанией, там, парни и девушки. Вот. И потом у нас, мы сходили в магазин, связался с ним вот здесь вот, разговаривали. Сначала общались нормально, все. Потом ни с того ни с сего он начал тоже. Ага. Скажите, ну вы скрылись, вы не сообщали никуда, что это произошло? Я не скрывался, я не думал. Я думал, ну, как бы, проспится, встанет нормально и все, как бы, ну, ничего такого скрытия. Я ни от кого не скрывался, ну, я не рассчитывал на убийство. Я просто оборонялся, еще раз повторюсь. И думал, то, что он проспится, подумает, что, ну, напал с ножом, если он, конечно, это будет помнить, ну, потому что пьяный же он был. Вот. Встанет и будет жизнь. Никто не рассчитывал, что он умрет. И преднамеренно убивать его никто не собирался. А у него в руках был нож? Был ножик, да. Молодой человек чистосердечно рассказал следователям об обстоятельствах конфликта, еще раз подчеркнув, убивать мужчину не хотел и не знал, что от причиненных травм тот скончается. По нашим данным, подозреваемый уже попадал в поле зрения правоохранителей. Условно осужден. Заволжский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и определил подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Субтитры создавал DimaTorzok